Дальше. У нас есть много элементов в функции кросс-энтропии, которые имеют индекс, отличный от i. Для всех этих членов мы будем применять вот это выражение для производной софт-макса. Соответственно, у нас производная будет иметь вот такой набор слагаемых. Здесь получается сумма по всем классам, которые отличаются от i, tc делить на pc, откуда это берется? Это берется вот отсюда. Логарифм pc у нас, производная от этого, это 1 делить на pc, умножить на производную софт-макса, когда у нас индекс выхода из софт-макса и индекс выхода из нейронной сети отличаются. Теперь мы вспомним о том, что p-i и p-c это софт-макс, и вот это вот это то же самое, что p-i, а вот это вот p-c. Распишем вот это выражение, подставив вот сюда вот то, что получилось вот здесь, а именно вот это выражение, которое можно переписать в виде p-i умножить на 1 минус p-i. А вот сюда мы подставим вот это выражение, которое можно переписать минус p-i умножить на p-c. Таким образом, первое слагаемое у нас преобразуется в следующее. Минус t-i делить на p-i умножить на p-i и умножить на 1 минус p-i. Здесь можно заметить, что вот эти два множителя, числитель и знаменатель, они сократятся. Кроме этого, у нас будет еще одно слагаемое, в котором будет сумма по всем c, не равным i. И здесь вместо софт-макса мы подставляем вот здесь вот было p-i умножить на 1 минус p-i. И второе слагаемое у нас получится подстановкой вот этого выражения, минус p-i умножить на p-c вот сюда. У нас получится следующее. Сумма по c, не равным i, t-c 1 делить на p-c умножить на p-i умножить на p-c. Здесь нужно отметить, что вот этот плюс получился из-за того, что перед знаком суммы у нас стоит минус, и еще один минус у нас вот здесь находится, поэтому у нас здесь получается плюс. В этом выражении у нас сократятся p-c в числителе и в знаменателе. Таким образом, у нас получится вот такое выражение после всех сокращений. И если мы еще немножко распишем, то у нас получится следующее, что здесь у нас есть сумма по всем c, не равным i, t-c умножить на p-i, и здесь у нас еще есть вот t-i умножить на p-i, которое можно сюда занести. И таким образом у нас получится, вот эта единица нам даст минус t-i, а вот это выражение будет сумма по всем c, t-c умножить на p-i. p-i можно вынести за знак суммы, а сумма всех t-c будет равна единице, потому что все t-c равны нулю, кроме одного какого-то t-c, которое соответствует правильному классу. Соответственно, производная у нас будет равна минус t-i плюс p-i. Мы видим с вами, что производная кросс-энтропии – это очень хорошая функция, которая обращается в ноль только тогда, когда у нас p-i равняется t-i. Производная кросс-энтропии по выходу из нейронной сети линейна. Продолжение следует... Продолжение следует...